меня зовут настя и я представитель команды которая популяризирует персонализованную медицину в украине но сегодня мы будем говорить не медицине а микробной биотехнологии как мы научились использовать микроорганизмы против ли они того что мы их используем и как они могут нам помочь в будущем когда это безобразие началось очень давно где-то 8000 лет до нашей эры первые упоминания о таких специальных напитках молочных сейчас мы их знаем как кефиры и йогурты но получалось у человечества это все эмпирически если вы тогда сказали древнему человеку что у него в молоке плавают микроорганизмы которые ферментируют специальные белки и получается такой легкий газированный напиток в средних веках вас бы сожгли думаю вы до нашей эры вас бы просто закидали камнями вот но получалось то все эмпирически потому что было тепло на животных навешивали эти горшки с молоком с воздуха с шерсти животных с рук со всего бактерии падали в молоко на теплом солнышке начиналась ферментация и люди получали вкусный напиток который дольше хранился и так как лекарств не было им иногда пытались лечить но тогда с медициной были проблемы и настолько люди берегли эти рецепты создания кефиров что скифа могли даже обезглазить людей которые увидели секрет приготовления дальше первые упоминания тысяча лет до нашей эры это территория кореи на тот момент заквашивали капусту в средних веках началась эпопея с сырами вот и до сегодняшнего дня мы докатились до того что бактерии начали использовать в промышленности почему именно бактерии так здорово вписались в заводы потому что они маленькие потому что они быстрые потому что они раза разнообразные и очень неприхотливые я попытаюсь вам сейчас доказать почему размер имеет значение в плане бактерий на заводах чтобы получать нужные вещества из биологических систем понятное дело легче завести бактерию в биореакторе чем например поставить корову в очень стерильных условиях потом убивать ее и доставать оттуда нужные нам ферменты или белки здесь примерное сравнение вот бактериальная клетка и наша с вами эукариотическая разница примерно в 10 раз также это электронная фотография использованного использованной иголки и вот эти желтые штучки это бактерии то есть чтобы примерно уже на пальцах понимали насколько они маленькие они очень быстрые на уже на этом слайде вы можете сказать что он неправильный потому что эукариотическая клетка должна быть примерно вот такая но она не такая и также у нас эукариот есть всякие такие штуки в клетке как ядро ядрышки митохондрий и это все должно тоже поделиться перед тем как клетка размножится у бактерий этих проблем нет у них есть нуклеоид их гены и в принципе любые клетки очень ответственные родители как только они набирают нужный объем становятся большими понятно что эукариот и нужно больше набирать объем когда вокруг есть питательные вещества и все хорошо клетка делится возможно за то время как вы здесь сидели в вашем кишечнике эшерихия коли поменяла три или четыре поколения потому что у нее скорость 20 минут у других бактерий там полчаса 40 минут но это все еще классно по сравнению с эукариотами там могут быть днями некоторые клетки вас живут довольно долго пару лет и они разнообразные потому что синтезируют они очень много чего что человечеству может понадобиться это антибиотики это ферменты это витамины спирты биогаз биосуфрактанты также нам нужен просто кормовой белок нам нужны экзополисахариды нам нужны жиры которые мы тоже можем использовать в пищевой промышленности и есть но я думаю что среди вас сидят будущие теоретические мамы и я думаю что вы бы не очень захотели увидеть на кормовой свесе вашего ребенка например казеин получен микробным синтезом кто-то бы обрадовался спасибо ради этого все проводится кто-то бы обрадовался пока сейчас только с коровами такое проделывают ферменты например пиктиназы производители считают что ваши соки должны быть светлее почему-то они считают что вы так будете вероятнее их пить пиктиназа разрушает вот эту весь всю целлюлозу из плодов ну если она там есть надеюсь антибиотики понятно всем нужны антибиотики хотя с этим мы уже столкнулись с проблемой спирты это касается не только ликера водочного производства это касается биотоплива и всякую химическую промышленность тоже нужны спирты уксус технически тоже от бактерий в общем-то витамины тоже к ним же в общем-то обращайтесь они много чего умеют а также тоже сегодня упоминалось техника крисп и касс белки для нее достаются из бактерий потому что они были найдены в бактериях они неприхотливы и живут буквально везде вот на космической станции наса репортирует что есть проблемы в жилом блоке много бактерий с нашего тела и буквальном смысле в шивках космической станции тоже есть бактерии которые завтракают ими и это называется бактериальная коррозия это большая проблема также вот на этом на этой картинке глубина 2100 метров света нет ничего живого нет еще вырывается под давлением раскаленные растворы сульфатных солей в общем-то жить там не очень здорово на бактерии там живут и даже научились добывать себе энергию из этих сульфатных солей теплые источники уже менее хардкорное место для жизни но там они тоже живут там 100 градусов для живого существа это некомфортно и в почве больше всего бактерий в воде в воздухе они есть буквально везде и например в теплых источниках чтобы нам там понадобилось основной белок так полимераза который используется во всех генетических исследованиях добыта именно из термос акватикус бактерий которая живет в теплых источниках нужен был белок который выдерживает такие условия как высокие температуры в нормальных бактериях их нет у экстремалов есть в почве выделяют множество бактерий которые синтезируют антибиотики потому что там конкуренция сумасшедшая как в мегаполисе большое количество органики разное содержание кислорода в общем-то их там большой консорциум которых друг с другом соревнуется как же это все происходит мы начинаем искать чаще всего природа придумала уже за нас если нам нужен так полимераза которая выдерживает 90 градусов обратитесь теплые источники если вам нужны биосуфрактанты которые помогут вам избавиться от нефти на поверхности моря поищите в нефтяных источниках тех бактерий если вам нужны антибиотики обратитесь туда где самая большая конкуренция берутся образцы и дальше происходит долгий процесс фильтрации центрифугирования чтобы набрать максимальное количество биомассы и это все высаживается на питательную среду плоскую и получается примерно вот такая картина которая нам ни о чем не говорит она говорит о том что здесь куча всего разные виды чаще всего грибы чаще всего еще какие-то бактерии и начинается совершенно долгий и нудный процесс отбирания какой-то определенной колонии который нас заинтересовало и высевание в чистую культуру которая с которой мы уже можем работать и мы когда ее находим дальше можем пойти по нескольким путям мы можем провести мутагенез из того что мы нашли или можем конструировать новый совершенно вид геноинженерный организм если мы пойдем по пути мутагенеза то мы будем заниматься примерно тем же самым чем занимались первые агро садовники они брали дикую яблоню например маленькую зеленую с невкусными плодами и высаживали и отбирали самые сладкие самые большие плоды тем же самым можно заниматься с бактериями можно их высаживать они растут буквально за пару дней и отбирать самые продуктивные из них тот кто будет синтезировать нужное нам вещество в максимальных количествах можно этот процесс ускорить искусственным мутагенезом мутагенез можно проводить физическими химическими методами самый простой это например обдавать в общем-то облучать культуру клеток ультрафиолетовым излучением ультрафиолетовое излучение вредит нашей днк бактериальной тоже она может выбивать некоторые нуклеотиды естественно последовательность меняется но это тычок в небо мы ищем тот механизм тот метаболический путь который отключится и даст больше энергии больше ресурсов для той реакции которая нам нужна например для синтеза антибиотика вот а если ничего не получается и бактерия нам не нравится для выращивания например выращивать термос акватикус которая живет в теплых этих горячих источниках в на заводе очень невыгодно нужно подогревать эту весь биореактор мы можем забрать у нее этот ген который отвечает за эту так полимеразу и вставить в бактерию которая нам подходит которая уже изучена и растет хорошо и легко для этого есть генная инженерия вот синеньким показан тот фрагмент днк который нас интересует в которой несет тот ген того вещества которое нам нужно вектором может служить довольно множество разных днк например природная инженерия это вирусы бактерии бактериофаг вы забираете у бактериофага все его гены вставляете нужный нам ген и он будет сам встраиваться в молекулу бактерий дальше вот это рекомендантные днк молекулы мы попытаемся атаковать клетки которая там есть для этого нужно сделать в них каким-либо методом дырки чтобы эта молекула туда зашла и встроилась в днк бактерии и тоже для этого есть множество всяких экзекуций например можно подержать в растворе с неправильным осматическим давлением или пропустить разряд тока через культуру и в мембране образуются дырочки и рекомендантная молекула зайдет можно вставить в бактериофаг который сам как шприцом вкачает эту молекулу в бактерии и какая-то из десятков тысяч клеточек все-таки примет эту днк и мы высадим ее на питательную среду и возможно она начнет там расти и начнет синтезировать то что нам нужно когда эти все процессы закончены ее нужно как-то уже запустить биореакторе для этого так вот выглядят биореакторы для этого подбирается очень щепетильно питательная среда то есть та жидкость которой эта бактерия будет жить чем они еще классные с точки зрения экономики тем что некоторые бактерии не фармацевтические например которые синтезируют нам биотоплива их можно растить в буквальном смысле на отходах с производств например вместо чистой хорошей сахарозы дорогой можно использовать мелассу которая осталась с производства нашего сахара можно использовать все те органические остатки сельскохозяйственных производств в общем-то в буквальном смысле на мусоре их можно растить и это очень здорово это очень дешево и всем очень нравится но если же вы имеете дело с фармацевтикой то тут нельзя рисковать тут среда должна быть очень щепетильно подобрана точной концентрации очень точные вещества все это дело заливается с бактериями с нашим штаммом с питательной средой в биореактор по сути это большой котел у которого несколько задач смотреть чтобы бактерии не погибли смотреть чтобы они синтезировали то что нам нужно и для этого у него есть целая куча сенсоров которые говорят нам о ситуации внутри в этом котле есть специальные аэраторы если нашим бактериям нужен воздух они как в аквариуме все аэрирует есть специальные мешалки которые позволяют этой всему мессию распространяться по котлу равномерно и подается питательная среда подаются бактерии они там живут они синтезируют или в питательную среду или в сами себе нужное нам вещество и по прошествии времени перед тем как они начнут массово там умирать потому что все живое умирает мы должны это все спустить в сток и дальше начнется долгий процесс фильтрации и отбора и убивки и самое конечное уже получение нужного нам вещества спасибо вам большое за внимание если у вас есть дополнительные вопросы задавайте их сейчас или можете следить за тем как я рассказываю бактериях на этом проекте или писать мне в директор если есть вопросы задавайте пожалуйста не то чтобы мы проигрывали не очень хорошо мы пройдем подтверждение институтные штаммы внутрибольничные штаммы какой ваш прогноз что будет так что не научная позиция вашу мой личный я обычно всегда стараюсь морально готовиться к чему-то похуже чтобы результат меня приятно удивил но вообще вы правильно сказали мы проигрываем объективно проигрываем я уже знаю в штатах появилась последняя энтеробактерия которая в принципе устойчива ко всему но у нас есть две маленьких надежды это бактериофаги вирусы бактерий сейчас их пытаются в медицину запихнуть но у них несколько проблем в том что они очень селективны по отношению конкретной бактерии то есть если у вас нет времени узнавать чем конкретно вы болеете какая именно бактерия и она к сожалению устойчива к антибиотикам то шансов у вас нет ну может быть не знаю в принципе нет а если у вас сделают бак посев и узнает что это бактерия и подберут бактериофаг и он есть в продаже и он на вас подействует тогда здорово а если не пошла вторичная инфекция то вы выживете и у нас есть еще одна маленькая надежда бактерии умеют забывать вот в этом плане это здорово что они у них очень маленький геном по сравнению с нами и они не держат там ничего лишнего если бактерия с и плазмидой ответственность за устойчивость к ампициллину например довольно долго тусуется где-то и ампициллина там нет то она скажет а зачем не занимать столько места выкину ка я ее или разрежу и потрачено что-то полезное и тогда все вы можете радостно использовать ампициллин снова она забыла и я это лично на своем примере прочувствовала я очень много болела в детстве гнойными ангинами и меня сейчас спасает только старые еще такие вот советские антибиотики которые стоят по 15 гривен в упаковке вот потому что бактерии уже не помнят их и пока что не помнят возможно я принесу вам потом какой-то штамм который помнит но вообще в принципе как бы две маленьких надежды я надеюсь я ответила на вопрос это лично мое мнение второй вопрос небольшой в украине какое производство является ведущим не бактериальная а дрожжевое хлебопекарские дрожжи в этом плане мы чемпионы в принципе это все есть еще очень довольно сейчас популярна тема биозащиты растений почему-то все считают что в мире вообще есть проблема с химическими удобрениями там с нитратами и прочими и бактерии могут их заменять но в украине конкретно мне кажется что эта проблема не такая острая нам бы хорошо вообще развивать агро промышленность это тоже популярно потому что они растут но в принципе на отходах тех которые не хочу сейчас говорить вот поэтому это тоже очень выгодно и здорово спасибо надеюсь спасибо за вопросы интересные есть еще вопросы если сбой произойдет правильно и у нее увеличится выход антибиотика например то она буквально будет убивать всех своих соседей и конкурентов но если сбой будет не подходящий для нас то все эти бактерии которые получаются в промышленности они первых тестируются на опасность патогенность и что будет если они теоретически выйдут во внешнее пространство никто не пропустит бактерию которая может убивать всех чаще всего они как собачки во время селекции теряют очень многие свои дикие свойства и если вы выгоните например той тарьера в лес то он как и промышленная бактерия не сильно справится с жестоким миром потому что у него очень многие важные пути метаболические как вы сказали сбиты и он погибнет или есть еще один чаще всего самый распространенный путь развития если мутагенез прошел так хорошо и так активно что очень сильно раздолбал днк бактерии то она погибнет просто вот на месте все спасибо за вопрос интересный пожалуйста подробнее про бактерии которые на космической станции это что просто земные бактерии которые в жилом учились есть то что грубо говоря под рукой нет в жилом корпусе там все как бы понятно там бактерии которые живут с нами на коже так как там могут жить люди там живут и бактерии те которые живут и начинают бактериальную коррозию это из тех вот экстремалов я по латыни их не назову те которые могут жить в аэробных условиях понятно что не в открытом космосе они живут в если во время технологии было про ну неправильно шивка сварка этих корпусов то они могут остаться в этой сварке и если они могут жить в анаэробных условиях и добывает себе энергию с помощью перевода например ионов железа в друг другую степень окисления то они там вполне себе если есть железо хорошо обживутся но сейчас корпуса космически старается делать из пластмассы ну понятно не полиэтилен вот но из более стойкой пластмассы вот надеюсь спасибо за вопрос все понимают прицессионная медицина вы имеете отношение к персонализированной медицине она работает неплохо когда речь идет о переносимости там допустим вартаина предусположенности каким-то там семейным формам рака или альгеймеру но часто компании которые занимаются персонализированной медициной берутся на себя проводить исследования так называемого генетики поведения предусположенности к спортивным каким-то мероприятиям и так далее какая ваша научная оценка этого учитывая что конкретно этот проект занимается генетическими тестами в украине и пытается сделать их возможными и в этом плане я считаю что это здорово если ты знаешь например усваиваешь ли ты b12 из растений вот а в плане уже научной деятельности я оценку адекватную дать не берусь потому что я больше по бактериям я людей стараюсь не трогать я не хочу вот принципе эта причина почему я не пошла в медицинский университет когда-то и поэтому я не хочу сейчас говорить в то в чем я не эксперт появляется ли новые виды сейчас что-то новое в микромире происходит происходит очень много нового но человечество не может в принципе дать адекватно оценку пока что потому что вот на питательной среде в принципе мы можем выращивать колонии бактерий изучать проводить над ними всякие операции но мы не учитываем еще множество видов которые мы не можем вывести в лабораторных условиях вот сейчас занимается этим в принципе я считаю метагеномика она делает по сути смывы с поверхности например какой-то и проверяет все 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 днк и рнк которые там есть вот и так как я знаю несколько новых видов предположительно нашли но мы не можем сказать они появились как бы мы можем прикинуть примерно на тысячу миллион миллиард лет но вот что эта бактерия вылезла вчера мы не можем сказать мы можем сказать что там штамм поменялся вот еще проблема в том что у них в одном виде очень множество штаммов которые различаются по поведению до лично я занимаюсь бактерия который в принципе в нормальных штаммах живет в симбиозе с растениями но ее же находят в источниках нефти и там она тоже как бы живет естественно она уже другая вот и таксономика бактерий меняется очень часто если интересно посмотрите определитель микроорганизмов берги и он выпускается если не ошибаюсь сейчас каждые три или четыре года и обновляется и он говорит нет этот род должен быть там или этот род должен быть там а некоторые рода вообще не могут связать с соседями и не знают кто там что мы на данный момент вот как вы сказали основе мусора то есть отхода сельского хозяйства и так далее при помощи микробных технологий получить допустим полноценный рацион человека и да и нет потому что этим никто не занимается вот и в принципе любая биологическая система является исчерпывающий но добывать подкормки или какие-либо дополнительные компоненты рациона до почему не занимается если переработать отходы ищу полноценный рацион человек довольно дешевая технологии в принципе да просто рацион человека он очень большой и очень обширная наука она такая отдельная там каждый занимается своим белочком или своим витаминчиком и все это собрать до кучи пока нереально но в принципе в теории да мы можем очень сильно там да никому не я хотела это сказать что никому не нравится идея иметь иметь в составе продуктов там получено микробным синтезом пока к нам к нам не постучался голод да тут мы можем решить эту проблему с помощью микробного синтеза вот про тренин спортивный и козеин козеин можно получить из молока можно искусственно синтезировать можно получить молоко и ферментировать его тоже бактериями он будет более легко усвояемый то есть там путей много и просто каждый из них по цене разные ну и по качеству все тогда спасибо вам еще раз за внимание со школьного курса из каких-то общих знаний все мы знаем что есть такие животные которые находятся самой поверхности воды и не животные и собственно вот эта вот фракция животных называется пленктона